Мир вам, братья и сестры! Христос народился! Собирим! Христос народился! Собирим! Христос народился! Собирим! Сидайте, будь ласка! Откровение, 12 глава и с 10 стиха и услышал я громкий голос говорящий на небе настало спасение и сила царства Бога нашего и власть Христа Его потому что низвержен клеветник братьев наших клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти Итак, веселитесь небеса и обитающие на них Итак, веселитесь небеса и обитающие на них горе, живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная, что немного ему осталось времени слава Богу и сейчас такое время, когда нам с вами приходится узнать многим ближе немножко, кто-то дальше но приходится узнать уже не абстрактное зло о каждой семье соприкоснуться с яростью дьявола с которой он пришел не просто на землю, а в нашу Украину с которой он пришел в нашу Украину и эта ярость его действительно принесла много горя и мы уже сталкиваемся не с абстрактными понятиями добра и зла как раньше мы встречали какого-то человека бедного или бомжа на улице оказывая добро ему мы радовались или ковали потому что мы могли сделать доброе дело а теперь мы столкнулись с злом которое коснулось именно наших семей именно моего тела моей семьи да, вот каждый может так сказать это коснулось меня лично это уже не абстрактное зло которое я читал из Библии оно пришло в мою жизнь и я от этого терплю много горя оно расставание принесло во многие семьи я, например, расскажу о себе немножко чуть-чуть вот 15 февраля 15 февраля я решил поехать в Марьинку 22-го года потому что сказали что начнется война жена меня просила очень не ехать именно в эти даты но я решил что с 16-го по 20-е я буду там потому что должна начаться война мы хоть какую-то поддержку окажем и поехав туда думая что вот на Донбассе это все начнется были мы там еще фотографировались церковь Марьинки переходила уже в это время в другое здание они покупали другое здание недалеко от того здания где они раньше арендовали мы смотрели это здание там расположили подарки которые с опозданием пришли и фотографировались здесь 20-го числа уже попали под обстрел первые мы и снимал я как раз в конце Марьинки как раз начался обстрел и не началась война и я 21-го переночевал думаю ну вот не будет ее значит я переночевал в Мирнограде 22-го в Полтаве 23-го я приехал сюда и 24-го война застала нас всех на том месте где кто находился и когда над нашим домом пролетели самолеты то мы это было раннее утро дети забежали в комнату к нам и говорят папа война потому что начались взрывы и низко над нашим домом так пролетел самолет что я думал что крышу унесет каждый переживал по-своему начало этой войны но пришло это горе и первое что вспомнил как 4 года назад ко мне подошел сын и говорит папа я видел явно как над нашим домом летят самолеты военные взрывы и нашего дома не останется я вспомнил это да вот это его то ли сон то ли видение это первая секунда что я вспомнил вторая секунда что я вспомнил мне внезапно где-то за 3 месяца 4 до войны позвонил друг и говорит двери дома моего для тебя открыты а я ему говорю да я и так знаю что ты гостеприимный всегда примешь в гости на западной Украине и так второе что я вспомнил это его слова приехал к братьям и поговорили помолились и я повез семью туда к этому другу дальше были события поездки много чего происходило и у каждого из вас в жизни тоже много чего происходило кто-то терял родных знакомых кто-то терял друзей изменились абсолютно обстоятельства жизни многие ценности поменялись и верующие многие смотрят сейчас немножко по-другому кто-то более радикально меняет свои взгляды кто-то менее радикально но все пострадали и все ощутили это зло реально на себе и Бог предупредил что дьявол придет в большой ярости зная что ему немного осталось времени и здесь Бог говорит для нас да что на небесах радость потому что он оттуда извержен я искренне верю что радость будет и здесь на земле и здесь на земле и вот началась эта радость несмотря на то что сейчас у нас горе но началась эта радость она описывается в Евангелии от Луки да 2 глава 6 стиха когда же они были там наступило время родить ей и родила сына своего первенства первенца и спеленала его и положила его в ясли потому что не было им места в гостинице и вот настал все таки радостный момент который празднует вся земля и вот в этом горе в этом ну ужасе который происходит сейчас в нашей стране я не говорю только об отключении света я не говорю о том что у кого-то бывает холодно да воды не бывает я говорю о том что люди отдают свои жизни что враг творит много зла и беззакония в наших городах оккупирует и пытается забрать территории которые принадлежат нашей стране но дело не в территориях дело в том что зло хочет победить и зло воюет не только за нашей территорией зло воюет не только за жизнь и наших родных близких оно воюет за души людей за души людей и так важно сохранить в этом всем переживании в этом всем что мы видим и делается важно сохранить Иисуса Христа в себе важно сохранить вот он родился когда он родился уже в начале абстрактно а потом он родился со временем нашего христианства я не говорю о сейчас о покаянии да когда мы его призвали он пришел в душу нашу и успокоил но со временем нашей жизни во Христе он все более и более отображается в нас он все более и более рождается в нас и как важно сейчас не потерять этого Иисуса Христа который родился как важно вот все равно проходя через это горе мы однажды были в одном месте где молились и за одну душу показал такое видение интересное Бог что наверху стоит белый пивник и он так подул ветер туда он поворачивается туда подул туда он поворачивается туда и эта сестра проходила очень сложные ситуации сложные в своей жизни ситуации через какое-то время она умерла но тогда Бог сказал что несмотря на то что ты пытаешься сохранить свою праведность свою чистоту подует ветер туда ты повернешься туда жалуешься подует верить туда ты повернешься туда но Бог не осуждает Бог тебя все равно спасает и ведет и бывает такое что в эти дни мы и скажем что-то лишнее да бывает такое что и бывает и проклен вытекает с наших уст но важно сохранить Бог видит живет ли Иисус Христос дальше в нас несмотря на горе слезы переживания живет ли Иисус Христос дальше в нас празднуем ли мы его рождение номинально или мы все-таки храним его младенца этого который возрастает в нас и помогает нам в жизни и радость на небесах будет дьявол не на все время дьявол не на все время и здесь будет радость будет победа я искренне верю что Бог даст победу в этом году в Украине я не прогнозирую ничего я об этом молюсь и верю в это а будет радость еще вечная на небесах и туда по-прежнему надо дойти легче ли стало идти я думаю что нет тяжелее стало идти но надо дойти стоит дойти потому что радость будет истинная вечная она будет на небесах здесь мы пройдем и Бог даст милость Бог даст подкрепление а радость вечная будет на небесах пусть Бог благословит каждого из вас чтобы родившийся младенец Иисус был храним и храним не в каком-то нашем таком золотом доме чтобы мы там поставили икон много свечки в каком-то углу еще что-то а чтобы он храним был в нашем сердце пусть это будут простые ясли да может это будет молитва где-то на кухне или дома где-то или в дороге или где-то еще но чтобы он всегда был храним этот младенец и пусть вас заставит его благодать в нас пусть Бог благословит и поможет каждому из нас мне и вам чтобы мы хранили Иисуса Христа и пронесли это Рождество и вошли с Иисусом Христом вместе на небесах будьте благословенны братья и сестры мир вам с Иисусом